Музыка Здравствуйте! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон» в студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодня у меня в гостях арт-группа «Ларго». Друзья, добрый день. Здравствуйте! Давайте мы познакомимся с вами Владимир Соколов, Владислав Судаков и Александр Порожный. Арт-группа «Ларго» — это мужское трио. Владимир Соколов, Владислав Судаков и Александр Порожный. Все трое родом из Краснодарского края. Широкой зрительской аудитории музыканты стали известны после участия в телепроекте «Битва хоров» на телеканале «Россия-1». Владимир, Владислав и Александр являлись солистами хора Краснодарского края, наставником которого был народный артист России Олег Газманов. В настоящее время коллектив активно гастролирует по городам России. Итак, гости сегодняшнего выпуска музыкальной программы «Канон» — арт-группа «Ларго». Насколько мне не изменяет память, «Ларго» с итальянского — это, по-моему, широко, медленно, певучий, да? Переводит термин «вольно». А вот есть ли у вас быстрые песни? Или у вас все такое медленно, широкое? Это не зависит от названия. У нас разные песни, разный репертуар. Быстрый, медленный, разные по жанру. А название как возникло? Идея такая? «Ларго»? Ну, мы просто думали, как назвать свой коллектив, и нам очень понравилась эта фраза, звонко, ярко, как-то лаконично, и решили назвать «Ларго». Ну, просто в начале творческого пути нашей группы, да, у нас больше было в репертуаре классической музыки. Вот, и мы выбрали этот термин классический, итальянский — «Ларго». А начало, вот вы сказали, когда это начало произошло? Вот в феврале нам будет 4 года нашей группе. 5 февраля у нас вырождение, мы отвечаем. Ну, с наступающим вас тогда. Спасибо. А за эти 4 года вот что удалось достичь, на ваш взгляд? Ну, самое главное достижение на сегодняшний день — это выступление в Крыльевском дворце съездов для нас. В качестве солистов. В качестве вот группы «Ларго» нас пригласили, мы спели за поюта «Кафеста Соловьи». Я почему уточнил по поводу солистов. Я знаю, что вы все начинали в разных коллективах. Вот расскажите о своем пути в коллектив «Ларго». Ну, вот, допустим, Владимир, он начинал в Кубанском хоре. Мы с Владиком долгое время работали в Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Коллектив такой народный был «Ивушка». Ну, мы все народники, как бы. Не только был, он и сейчас есть и процветает. Ну, есть, да. Так странно, что вы народники. Я думаю, вы академистик. Нет, мы народники. Мы закончили консерваторию краснодарскую все вместе у почти одного педагога. Вот ребята, Ивана Павловича Мякишева и Нины Михайловны Мякишевой закончили, а я у Александра Николаевича Сафонова. Просто, как бы, мы народники, да? Но преподаватели у нас ближе к академическому пению учили нас петь. Вот поэтому... Вдохновили нас. Но аудитория канала «Союз» знает вас, в первую очередь, как исполнителей духовных произведений. Как вы нашли для себя форму вот этого самого выражения? Духовные песнопения в очень оригинальной и стильной аранжировке. Если все собрать воедино, наверное, это как раз-таки опыт, который мы наработали в разных коллективах, в «Ивушке». Потом, после «Ивушки» у нас было... Внутри «Ивушки» была мужская группа ансамбля. После этого у нас был квартет, мужской квартет, знаменитый в свое время на Кубани, квартета «Дажу». Вот. Потом мы были на телепроекте «Битва хоров». И вот это все опыт, опыт, опыт какой-то. И в конечном итоге, когда появилась группа «Ларго» вот в нашем составе, это наш авторский проект, никто это не придумал, это мы втроем сделали. Нам захотелось сделать что-то особенное. Всегда нам хотелось петь духовную музыку, но в рамках других коллективов мы не могли себе этого позволить. А уже когда появился коллектив «Ларго», мы сами решаем, что нам делать, что петь. Аранжировки как рождаются? Мы сами выбираем репертуар, решаем, что с этим делать, и потом, скажем так, руками человека, мы ему говорим, что мы хотим, он делает. И у нас иной раз бывает по 9 вариантов песни. Это, ну, многие понимают, что этого много, это сложно. То есть мы очень щепетильно к этому подходим. Но в итоге получаются такие шедевры. Надеемся, что... Один из которых мы сейчас предлагаем посмотреть нашим телезрителям. С удовольствием. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вера в Боге проси ярше Святых князей, предков наших Вера вечна, вера славна Наша вера православная вера простит, вера снабна вера наша благодатна вера вечна, вера славна наша вера православна вера вечна, вера славна Наша вера православна. В ней душа стремится к стену, Лучше этой веры нету. Веры вечной, веры славной, Нашей веры православной. Веры вечной, веры славной, Нашей веры православной. Народ Русьбей просветила, Святой Русью окрестила. Вера вечна, вера славна, Наша вера православна. Вера вечна, вера славна, Наша вера православна. Вера истинная, вера православна. Вера истинная, вера православна. Наша вера православна. Если будет вера славна, Наша вера православна. Вера вечна, вера славна, Наша вера православна. Вера вечна, вера славна, Наша вера православна. Дорогие телезрители, гости сегодняшней программы «Канон» арт-группа «Ларго». Ребята, удивительная песня. Она большинство людей на слуху именно в таком сербском, аутентичном варианте. А вы добавили какого-то русского звучания такого. Мы просто захотели именно русскость внести в эту песню. И тут, мне кажется, прошу прощения, что перебиваю, вот ваша кубанская вот эта кровь, она здесь присутствует. Ну, может быть, вам виднее со стороны. Мы просто хотели именно больше внести русскости, чтобы больше людей полюбили ее как русскую песню. Потому что сербская действительно звучит по-другому, там немножечко другая гармония. И, наверное, получилось. Потому что очень хорошие отзывы по поводу нашего исполнения. Да, здорово. А вот, кстати, что значит приставка арт-группа? Арт? Арт. Вообще, арт — это понятие того, что ты можешь, в нашем случае, петь любую музыку. Мы поем и классику, и эстраду, и духовную музыку. То есть, поэтому можем себе такое позволить. А вот, поскольку вы люди православные, не... У меня всегда возникает вопрос. Нет у вас такого, когда вы работаете на корпоративах, например, какого-то разреза с православным образом жизни? Как вот сочетается это? Я думаю, нет, потому что, как бы, мы же поем песни, мы их выбираем сами, да? И они, все эти песни, несут какой-то смысл правильный. И даже на корпоративах мы иногда можем спеть, слава богу, за все. Многое лето. Мы постоянно на корпоративах желаем всем много лет. Наоборот, более просветительский несем смысл. Дело в том, что... Да, Саша верно сказал, в нашем репертуаре просто нет каких-то песен для особо развлекательных и не имеющих смысла. Ну, то есть, с плохим текстом и с какие-то особенно современные музыка. Нас больше интересуют все-таки проверенные советские шлягеры, замечательная классика европейская, что-то вот... Итальянская музыка, неаполитанские песни. То, что самое такое ценное, любимое людьми. И наша задача все-таки всегда, неважно, на какой сцене мы находимся, всегда оставаться артистами и нести вот этот вот положительный заряд добра. Миссию своей. Добра, да? Ну, еще вы знаете, что, допустим, возьмем советскую эстраду, да, в то время к церкви не очень было хорошее отношение, но в песнях, в этих, в советских песнях, в советских авторах, очень хороший, скрытый смысл. И ты, когда поешь, пропускаешь через душу, и даже песня звучит с таким православным контекстом. Ну, помимо коммерческих концертов, я знаю, что вы очень много занимаетесь благотворительностью. Хоть об этом и не принято говорить, но читал ваше интервью, вы сказали, что именно благотворительный концерт, это отразились на всем вашем творчестве. Творчество обрело определенные духовно-патриотические ориентиры. Вот что именно изменило ваше мировоззрение? Обычно мы не очень любим об этом говорить, то что, ну, хвастаться этим, но благотворительность для нас большую часть нашей творческой жизни занимает. мы всегда с удовольствием, мы всегда с удовольствием, допустим, едем в Элисту, там концерт фонда TINGREEN XT, это фонд помощи детям, аутистам, и так далее, и так далее, мы очень много выступаем. Ну, вы знаете, когда ты приезжаешь и отдаешь душу, и за это как бы еще ничего не получаешь, ну, гонорары, я имею в виду, то по-другому отношения с залом выстраиваются, по-другому люди на тебя смотрят, люди думают, зачем ты это делаешь, что ты хочешь этим сказать. А в первую очередь мы хотим, чтобы душа наша радовалась. Вот мы делаем все от души и с любовью. Да, на самом деле для нас нахождение на сцене это просто счастье и радость. И вот эти концерты, которые благотворительные, ну, скажем так, это некая социальная ответственность наша перед даже нашим государством, потому что мы вот с ребятами учились на бюджете, да, грубо говоря, в нашей консерватории. Государство нас сложило средства, а сейчас наша организация является коммерческой, то есть мы работаем сами на себя, но мы готовы помогать, мы готовы давать концерты людям, которые, ну, не имеют возможности оплатить билеты или оплатить, скажем, какой-то гонорар. Ну, потом, наверное, благотворительные концерты, они помогают людям, которые слушают вашу музыку, ведь зачастую это люди больные. Мы надеемся на то, что это помогает. Вы вообще можете сказать примеры, может быть, исцелений благодаря вашей музыке? У нас был такой момент, у нас в городе Ейске на 8 марта был не благотворительный концерт, а коммерческий. И одна наша знакомая говорит маме своей, которая живет в Ейске, приди, пожалуйста, на Ларго, послушай. Мама говорит, да я больна, у меня температура 38. Говорит, ну, все равно приди. А мама потом пишет смс, говорит, мама не собиралась, но приползла, дословно я говорю, и после концерта пишет, Ларго, меня исцелили. Я вышла с концерта, без температуры, совершенно счастливая, совершенно одухотворенная и с хорошими эмоциями. Ну, вот для нас это было, знаете, так приятно очень. И, конечно, мы это все в шутку переворачиваем, шутим над этим, но это действительно, когда ты с душой, когда ты с положительной эмоцией к залу, то, наверное, что-то там происходит, и, может быть, температура так и спала. Ну, тот концерт, он был действительно особенный. Мы получили искреннее удовольствие от выступления. И вообще жители Ейска, они настолько, знаете, добродушны, публика потрясающая. Они так нас здорово принимали. Если я не ошибаюсь, два или три раза в процессе нашего выступления мы работали одним блоком, зал поднимался. И у нас есть, ну, такая шутка, вы встаете для того, чтобы уйти, мы еще поем. Они, нет, нет, не уходите. Ну, для артиста, что говорить, это счастье. Это счастье. Счастье. Ну, что ж, если у кого-то из наших телезрителей сейчас высокая температура или просто не очень хорошее настроение, мы предлагаем посмотреть вам выступление арт-группы «Ларга». За бою такови соловьи, соловьи, ведь тоже славят Бога, только с русской матушки земли. В рай ведет молитвою дорога, В рай ведет молитвою дорога. Ой, мне стало не акахисткой, за меня. Ты молишься так сладко, ты про бой, про будущий покой, и про эту жизнь мою загадку. Глядя на тебя я помолюсь, Хоть и петь так вовсе не умею, Научи меня я тороплюсь, Может, завтра просто не успею. Научи меня я тороплюсь, Может, завтра просто не успею. Как прекрасен ангельский мотив, Как поешь ты легкими устами, Господи, прости меня, прости. Я скажу обычными словами, Господи, прости меня, прости. Я скажу обычными словами. Дорогие телезрители, гости сегодняшней программы «Канон» арт-группа «Ларга». Ребята, спасибо за эту песню. Я читал, опять же, в вашем интервью, что слова песни «Слава Богу за все» это стало действительно вашим девизом по жизни. И вот, живя с такими словами по жизни, мне кажется, невольно научишься видеть чудеса. Вот, вы можете поделиться такой радостью христианской? Божественного промысла, чудес? Конечно, вы правы, потому что вот после того, как мы взяли в репертуар эту песню, у нас по-другому жизнь вообще пошла. По-другому творческая жизнь пошла. И у каждого лично тоже что-то поменялось. Конкретные примеры, ну, вы знаете, мы оказались в Кремлевском дворце съездов и выступили группой «Ларга». Для нас это действительно чудо и, наверное, промысел божий. Это огромный подарок, огромный для нас. Вот, если говорить о семнадцатом году, то он был очень плодотворный для нашего коллектива. Мы выпустили две пластинки. За год две, да? За год. Первая, слава Богу, за все. И вот следующий духовный диск «Душе мое восстание», который лежит. Мы хотим вам его подарить. Спасибо, Господи. От нас. Спасибо, Господи. Кстати, можно где-то приобрести? Покажем сейчас телезрителям. Нет, мы его… То есть у меня там уникальный? Уникальный. Да, это ограниченный тираж, поэтому мы его не продаем. Но сейчас думаем о том, чтобы разместить вот на цифровых витринах, возможно, в iTunes или еще где-то. Вот. Сейчас этот вопрос мы решаем, насколько это возможно сделать. Семнадцатый год был особенный, и мне кажется, это и есть чудо. То, что много концертов, много друзей мы обрели за это время. И две пластинки… Ну, все знают, наверное, музыканты, что это очень дорогое удовольствие. Ну, по-моему, в моей памяти только у Битлов в год выходил по две пластинки. Ну, это потрясающее сравнение. Вы знаете, сейчас надеемся на другое чудо. То, что вот мы строим свою студию звукозаписи. Свою, потому что мы поняли, что выпускать пластинки очень дорого, и лучше сделать свою студийную комнату для того, чтобы выпускать не два, а три диска в год. Мы желаем вам успехов в наступившем 2018 году. Мы продолжим нашу беседу ровно через неделю. А сейчас, дорогие телезрители, порадуем вас еще одним произведением в исполнении арт-группы «Ларга». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далеко-далеко, И не так уж давно Жил премудрый и опытный старец И всегда он твердил, И всегда говорил Слава Богу за скорбь и за радость И всегда он твердил, и всегда говорил Слава Богу за скорбь и за радость Слава Богу за все Слава Богу за скорбь и за радость Слава Богу за все Слава Богу за все Слава Богу за скорбь и за радость Если кто-то тебя чем-то здесь оскорбил Не старайся пред ним оправдаться И при этом, при всем Ты смиряйся и знай Что Господь помогает спасаться Слава Богу за все Слава Богу за все Что Господь помогает спасаться Если ты заболел За ним мог тяжело И не можешь с постели подняться Значит так суждено По грехам так дано И не надо роптать и бояться Слава Богу за все Слава Богу за все И не надо роптать и бояться А. Наши годы пройдут, все друзья отойдут, Незаметно приблизится старость, Но всегда ты тверди и в душе говори. Слава Богу за скорбь и за радость, Но всегда ты тверди и в душе говори. Слава Богу за скорбь и за радость, Слава Богу за все, Слава Богу за все, Слава Богу за скорбь и за радость, Слава Богу за все, Слава Богу за все, Слава Богу за скорбь и за радость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова